Сиреневый фатрон Профессор понимает, что с физикой я прощаюсь навсегда Большое спасибо за просмотр. Все интересные вещи происходят на ее противоположной стороне. Великолепно в посмотрите в посмотрите в посмотрите в посмотрите в посмотрите в посмотрите в посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Следующий номер нашей программы. Естественное вращение плоскости поляризации. Давайте теперь попытаемся понять, а как вещество может вращать плоскость поляризации без всякого магнитного польза. Ну во-первых, да, такие среды, которые умеют вращать плоскость поляризации, называются геротропными средами. Так вот, геротропностью умеют обладать твердые тела, а также, я думаю, и жидкие, и газообразные, но в газах очень слабый эффект. Я не знаю, экспериментально в газах наблюдали или нет. Сперва начнем с твердых тел. Ну твердые тела, они, как правило, это кристаллические тела. И там имеется кристалл, в котором атомы упорядочены. И такой кристалл можно представить себе как последовательность плоскостей. Вот здесь, скажем, атомы расположены вот так упорядочены. А вот следующий слой атомов иногда бывает так, что он чуть-чуть повернут относительно предыдущего. А следующий еще больше повернут относительно предыдущего. И так далее. То есть сам кристалл, вот его слои, один за другим повернуты. И имеют вот такую винтовую структуру. Естественно, когда свет бежит в такой среде, для него право и лево неэквивалентны. И он поворачивает плоскость поляризации из-за того, что среда имеет винтовую структуру. Естественно, бывают правозакрученные кристаллы и левозакрученные кристаллы. Если честно, я не знаю, всем правозакрученным кристаллам одного минерала соответствуют обязательно левозакрученные или нет. В природе есть, по-моему, исландский шпат бывает правозакрученным. Но я не знаю, он с вероятностью 50% право и лево встречается. Я не удивлюсь, если встречается только в одну сторону закрученных. Почему, скажу позже. Вообще, казалось бы, их должно встречаться поровну. Туда закрученных и туда. Потому что природе все равно, правое или лево. Но вот что происходит в кристаллах, надо бы спросить у геологов. Ни разу не спрашиваю. Интересно. Дальше давайте лучше поговорим о растворе. Вот у нас раствор сахара. Там, сами понимаете, никакой упорядоченной структуры быть не может. Потому что в растворе молекулы располагаются совершенно хаотично. Как же тогда растворы и газы из молекул, которые умеют крутить плоскость поляризации, такие молекулы тоже называют геротропными, умудряются это сделать? Я сейчас вам это покажу на простом модельном примере. На самом деле молекул, так устроенных, как я нарисую, скорее всего нет. Хотя, кто его знает? Да нет, может быть и есть какая-нибудь молекула ДНК. Давайте рассмотрим молекулу, которая устроена так. Вот если это ось Х, это ось У, а это ось З. Ну молекула это очень сложная углеродная молекула, где в цепочку соединена атома углерода. На них там что-нибудь навешано еще, водороды какие-нибудь. Но вот эта цепочка не прямая и не круговая, как вы думаете, а винтовая. Она вот такая. Вот такая молекула в виде вот так закрученной цепочки атомов. Понятно, что электронному облаку удобно двигаться вдоль этой винтовой линии. Если облако... Вот тут есть положительные атомы, вот вдоль винтовой линии расположены атомы, связанные химическими связями. И понятно, что электронам от атома к атому легко прыгать, а в сторону убежать неохота. Поэтому электроны могут двигаться вдоль этой цепочки. Давайте посмотрим, как в такой молекуле может возникнуть Z-ориентированный дипольный момент. Первое. Как сделать так, чтобы здесь было побольше минусов, а здесь побольше плюсов? Ну, первая идея какая? Создать вот такое электрическое поле, EZ. Тогда понятно, что электроны рванутся в эту сторону. Поскольку цепочка винтовая, то в каждой точке цепочки есть некоторая проекция разрешенного направления движения электронов на направление поля. И поэтому по этой цепочке электроны побегут, здесь выступят минусы, а здесь выступят плюсы. В результате у нас получится диполь. Если система линейная, то Z-проекция дипольного момента будет пропорциональна Z-проекция электрического поля с каким-то коэффициентом, который мы назовем поляризуемостью линейной, вот такой винтовой молекулы. Тут будет какая-то поляризуемость. Но скажите, это единственный способ вызвать здесь появление разноименных зарядов? Нет, господа, не единственный. Давайте сюда приложим электрическое поле. И сюда приложим электрическое поле, где у нас эта окружность, вот она, направленное по оси Х. Тут ЕХ, и тут ЕХ. Ну смотрите, одно поле стремится двигать электроны здесь по часовой стрелке, а другое стремится двигать электроны против часовой стрелки. Пойдут куда-нибудь электроны? Если поля одинаковые, то не пойдут. А если это поле не такое, как это, то пойдут. Здесь у нас ЕХ в точке У, равной радиусу молекулы. А с ноликом это радиус молекулы. А здесь у нас ЕХ в точке У, равной минус радиусу молекулы. Ведь когда у нас бежит волна, у нас в разных точках поле разное. Раньше мы считали, что у нас размер молекулы много меньше длины волны, и считалось, что вся молекула чувствует одно и то же поле от волны. А вот если размеры молекулы все-таки конечны, а они реально конечны, то из-за того, что волна, длина волны тоже конечна, может получиться так, что в разных точках молекулы у нас получаются, не здесь я нарисую, вот эта окружность, куда же она у меня пошла, вот так, вот здесь я этот поле, не там нарисовал. Вот оно. Если эти поля различные, то тогда заряды провернутся по этой винтовой линии, но если они провернулись по винтовой линии, то на конце выступят одни заряды, а на другом конце выступят другие. И поэтому дополнительно еще может быть наводиться дипольный момент за счет х-поляризованного электрического поля. Значит, будет какой-то... Да, ясно, что эти два поля в разные стороны хотят навести з-ориентированный дипольный момент. Поэтому будет некоторый коэффициент, его надо как-то считать, это сложная работа. Но здесь будет у нас ех в точке у равная а минус ех в точке у равная минус а. Как найти электрическое поле в точке у равная а? Если размеры молекул малой, а а значит мало, то поле в этой точке почти равно полю в нуле. Поэтому в первом приближении это е в точке у равно 0. Но теперь все-таки мы немножко сместились, и тогда можно поле разложить в ряд. Тогда будет плюс д, е, игрек мы смещаемся по игрек. Извините, д, е, икс а смещаемся мы по игрек. И эту производную надо умножить на размер молекулы на а. Точно так же электрическое поле в точке у равная минус а будет равняться электрическому полю на оси у равная нулю минус д, е, икс по д, игрек в точке а. И тогда эта разность будет выглядеть как 2 д, е, икс по д, игрек на а. Но погодите, это еще не все. Мы можем заставить заряды двигаться по винтовой линии не только икс ориентированным полем, а каким еще полем? Игрек ориентированным. Но только если здесь сдвинутое в большую сторону поле крутило наши заряды по часовой стрелке, то теперь по икс, если поле сдвинуто в большую сторону, сюда, вот здесь поле больше, чем здесь, оно в какую сторону будет крутить? против часовой стрелки. Поэтому соответствующая слагаемая будет не за знаком плюс, а с каким знаком? Минус. Поэтому еще будет минус гамма 2 ДЕ, ДЕ, уже не Х, а У, по ДХ на А. Итак, у нас получилось, что З-компонента дипольного момента есть линейная функция от поля по оси З плюс линейная функция с коэффициентом 2А гамма на такую интересную комбинацию ДЕХ по ДУ минус ДЕУ по ДХ. А это вам ни на что не напоминает? Это З-компонента ротора. Поэтому это будет Альфа на Е З плюс 2А гамма ротор Е и З-компоненты. Ну, тогда можно теперь, наверное, написать векторное равенство. Если для так выбранных координат получилось, то и для другого выбора будет получаться. тогда вектор Д будет равняться Альфа Е плюс 2А гамма ротор Е. После того, как мы нашли вектор Д, следующим действием надо найти вектор Д. Вектор Д равен Е плюс 4ПП. АП это средняя, это концентрация атомов на среднюю поляризуемость молекулы. Или лучше так, на средний дипольный момент. На средний дипольный момент. А, вы скажете, вот сейчас-то все и умрет. Молекулы по-разному ориентируются, и поэтому в зависимости от их ориентации вклад в дипольный момент будет разным вдоль оси Z. Нет, господа, не будет разный. Вернее, будет разный, но не совсем. Смотрите, если молекула смотрит точно по полю, будет вклад, как мы с вами сказали. Если молекула немножко повернулась, вклад будет меньше. Если молекула совсем поперек повернулась, вклад будет нулевой. А если она повернется в обратную сторону, вклад будет отрицательный. Нет, не отрицательный, а положительный. Дело в том, что когда вы право закрученный винт поворачиваете на 180 градусов, он остается каким? Право закрученным. Он не меняется. В правую гайку можно винт вернуть правой, и с этой, и с обратной стороны, но никогда нельзя вернуть левый винт в правую гайку. гайку все молекулы, независимо от их ориентации, в этот механизм дают положительный вклад вплоть до нулевого, но отрицательного вклада они не дадут. И поэтому, когда мы все усредним, то у нас ротор Е никуда не денется. Но коэффициенты будут какие-то другие, надо усреднять. В результате мы получим, что D будет равняться обычная ε но потому, что обычная альфа даст нам обычную поляризуемость и единица плюс 4π n х даст обычную поляризуемость. Это будет ε это нам даст обычную диэлектрическую проницаемость вот этот механизм плюс некоторая константа, которая получится при усреднении я ее не буду сейчас считать гамма на ротор Е вот так теперь будут выглядеть уравнения Максвелла. Теперь D устроен так. Теперь посмотрим. У нас было уравнение Максвелла. Дивергенция D равнялась нулю. Раньше у нас вместо D мы писали ε и получали, что дивергенция E равняется нулю. Теперь у нас будет дивергенция ε плюс гамма дивергенция ротора E. Скажите, дивергенция ротора чему равна? Ну, в смешанном скалярно-векторном произведении можно сделать циклическую перестановку, E выйдет сюда, здесь будет набло-векторно-нанабло. Тождественной ноль. Это тождественно равно нулю наша добавка. ε скаляр, поэтому отсюда следует, что дивергенция E равно нулю. Поперечность осталась. Наш механизм не испортил того, что было в деле. Поэтому первое уравнение Максвелла как бы не испортилось. Какое осталось посмотреть уравнение? Ну, где еще D есть? Для ротора B. Ротор B это есть единица на С Д Д по ДТ. А вот теперь будет похитрее. Будет единица на С Эпсел ДЕ по ДТ плюс единица на С гамма Д по ДТ ротор Е. Вот так теперь стало четвертое уравнение Максвелла в такой хитрой гиротропной среде. Но, господа, это тема для самостоятельного исследования. Возьмите второе уравнение. Ротор Е это минус единица на С ДБ по ДТ. Перейдите в этих уравнениях к плоским монохроматическим волнам, исключите из этих уравнений Б и попытайтесь увидеть, что если вы перейдете к плоским монохроматическим волнам с круговой поляризацией, для правой и левой поляризации скорости окажутся какими? разными. Скорости окажутся разными. Подставьте сюда плоские волны, исключите Б и увидите, что связь тут у вас будет, ну понятно, что у вас будет, когда плоские волны. Тут будет И К на Б здесь. здесь будет минус И Омега на С Эпсалон Е, а здесь будет хитро плюс гамма на С. Теперь смотрите, дифференцирование по времени даст минус И Омега, она была даст И К, поэтому будет И К векторно на Е. Вот это уравнение для плоских волн так будет устроено. Ну второе уравнение просто устроено. Из второго уравнения Б берете подставляете сюда и получаете связь между Омега и К. И окажется, что эта связь для правой и левой круговых поляризаций будет разная. Это значит, что волны побегут с разной скоростью. Ну вот примерно так устроены геротропные среды. Когда-то на физфаке мы любили показывать такой эксперимент. Это делалось в СВЧ-диапазоне, к сожалению, на кино так и не успели снять, пока физкабинет практически там не перестал существовать. Некоторая коробочка с чем-то. Источник СВЧ-излучения, ну вы видели, когда поляризация, когда рупор приемника стоит так же, как источник, на осциллографе есть сигнал, поворачиваем, сигнала нет. Сигнал есть, источник, приемник работает. Между ними ставим коробочку, сигнал исчезает. Поворачиваем рупор примерно на 45 градусов, сигнал возникает. Эта коробочка поворачивает поляризацию на 45 градусов. Потом открываем коробочку. Знаете, что в коробочке? Маленькие пружинки, кусочки проводов, намотанные на карандаш по часовой стрелке. Понятно, что вдоль таких проволочек электронам по винтовой линии легко двигаться. Там они расположены хаотически. И вот такая штука действительно поворачивает плоскость поляризации. Понятно, что для света пружинки не повернут плоскость поляризации, там слишком маленькая длина волны. А на излучение радиодиапазона все прекрасно получается. Есть вторая коробочка, в которой пружинки навиты не по, а против часовой стрелки. И она поворачивает плоскость поляризации куда? В обратную сторону. Ну а иногда демонстраторы решались на страшный эксперимент. Они перемешивали пружинки право закрученные, слева закрученными. После чего что происходило? Ничего. Поворот плоскости поляризации исчезал. А что происходило после этого? Как их обратно разделить? Ну очень просто. Надо найти пару студентов, которым еще раз надо пересдать экзамен. И они сидели и делили пружинки на право и лево закрученные. Пружинок там было несколько тысяч штук. Если после этого коробочки их визуально отличить непросто, как вы понимаете. Если после этого коробочки восстанавливали свойства вращать плоскость поляризации, студент допускался к пересдаче. А если не восстанавливали, он тоже допускался к пересдаче, но со стопроцентной вероятностью получал сколько? Заслуженную оценку. Заслуженную атом. Ну, на самом деле, чтобы право и лево были неэквивалентны, совсем не обязательно иметь молекулы в виде пружинок. Можно иметь любую конфигурацию, которая меняется при инверсии. Ну, помните, в химии такое было цис и транс изомеры. Можно даже вот такие молекулы, вот с такой ориентацией А, Б, С и Д. Вот если такая у вас молекула есть, где А, С и Д разные атомы, и она выглядит в виде правой тройки, то газ или жидкость из таких молекул уже будет крутить плоскость полидизации. Ну, теперь мы приходим к самому щекотливому вопросу, а почему сахар оказался ориентированным в одну сторону? Ну, скорее всего, лично я думаю, я думаю, что большинство думает так же, как и я, физиков, это случайность. Просто в биологии молекулы умеют себя копировать. Ну, и поэтому первая молекула сахара во время эволюции, она с равной вероятностью могла быть правой или левой. Но когда она синтезировалась, то следующие уже стали синтезироваться по ее подобию. Знаете, есть такое понятие наследственность в биологии. И эволюция случайно у нас пошла по право закрученной ветви для сахара. С равным успехом она могла пойти по ветви слева закрученной сахаром биологическим. и поэтому вы брату по разуму с помощью сахара ничего не объясните. Мы не знаем, как у них пошла эволюция. Скорее всего, так. Кстати, то же самое с технической эволюцией. У нас почти все резьбовые соединения право на винча винты. Первый винт с точки зрения механики совершенно все равно правая резьба или левая резьба. Но первый винт надо было как-то нарезать. Его нарезали, скажем, вправо. Но если у нас появился первый право нарезанный винт, делать лево нарезанную гайку стало бессмысленно, ее не накрутят. Сделали первую право нарезанную гайку. Но зачем делать второй винт, который не вкрутится в имеющуюся гайку? И эволюция пошла техническая по право нарезанным везьбам. Хотя с равным успехом могла пойти по лево нарезать. Ну вот на этом можно было бы и закончить, если б ни одна неожиданность. Где-то в 60-е годы теперь уже прошлого века вдруг оказалось, что на очень фундаментальном физическом уровне право и лево все-таки не эквиваля. Дело в том, что как у нас имеется свет круговой поляризации, а свет потом окажется частицами, у нас будет лететь некоторая частица под названием фотон, если это свет круговой поляризации, вот он летит сюда, фотон, а у него что-то крутится либо в правую или в левую сторону. И это будет задавать фотон правой или левой поляризации. То, что крутится, называется спина. не только у фотона, но и практически у всех элементарных частиц есть спин. И спин может смотреть либо вверх-вниз, то есть иметь линейную поляризацию, как у электрона. А может крутиться. И тогда у него будет право и лево закрученная поляризация. Так вот оказалось, что когда у нас нейтрон, частица с массой единицы, как и протон, и нулевым зарядом распадается, мы не очень понимаем, из-за чего он распадается, это называется слабое взаимодействие, на протон, частица с положительным зарядом массы единица, электрон, частица с нулевой массой и отрицательным зарядом, и некоторую нейтральную частицу с почти нулевой, а может быть и нулевой массой, ее называют нейтрино, то оказывается, что эти нейтрино вылетают вправо и влево закрученных вариантах наверное с одинаковой вероятностью. Но вот оказалось, что какое-то из закручиваний чуть-чуть более вероятно. Их чуть-чуть больше вылетает, чем противоположно закручивания. Когда это было открыто экспериментально, появился страшный крик о том, что четность в нашем мире что? Не сохраняется. У нас нет симметрии в мире между правым и левым, значит у нас нет закона сохранения четности. оказалось, что это всегда происходит в взаимодействиях, где участвуют нейтрино. Поэтому этот тип взаимодействий выделили в особый тип взаимодействий. были гравитационные, электромагнитные и сильные взаимодействия, у них у всех четность сохраняется. Там право и лево эквивалентны. А здесь четность не сохраняется, и эти взаимодействия выделили в отдельную группу. Как их называют? Слабые. Слабые взаимодействия идут с нарушением четности. Это было ужасно неуютно. Но потом оказалось, что кроме нейтронов в мире есть очень похожие частицы, которые называются антинейтроны. И они тоже распадаются. Они распадаются на протон с отрицательным зарядом или антипротон, на позитрон, на электрон с положительным зарядом и тоже на нейтрино. Но по ряду причин эта нейтрино принято называть антинейтрино. А это нейтрино. И как вы понимаете, если у антинейтрино преимущественная закрутка была в одну сторону, то у ее антипода оказывается, что преимущественная закрутка куда происходит? В другую сторону. И сохраняется двойная симметрия. есть еще одна симметрия частицы античастицы. Она тоже не совсем видимо полная. Во всяком случае, в нашем мире античастиц очень мало. Хотя кто его знает в космосе как? Мы не знаем звезды, они сделаны из вещества или антивещества, потому что фотоны тождественны антифотоном. И свет хоть от звезды, хоть от антизвезды будет приходить абсолютно неразличным. Но как-то нам кажется, что в ближайшей окрестности нас с антивеществом слава богу плохо. Поэтому есть некоторая асимметрия между веществом и антивеществом. И есть асимметрия между правым и левым. И вот оказалось, что в нашем мире имеется двойная симметрия. Вещество антивещество право-лево. На этот счет о том анекдоте, как мы беседуем с инопланетным братом по разуму у Ричарда Феймана шикарный финал. Он состоит в том, что когда вы наконец договорились с ним о том, что вы встретитесь в космосе, ну, место договорились где, и объяснили ему, что при встрече у нас принято протягивать правую руку, то если при встрече он вам протянет левую клешню, ну, понятно, что они все там ракообразные, то вы должны что делать? Сломя голову, бежать от него, потому что это будет означать, что он сделан из антивещества. Он неправильно понял право и лево. кстати, теперь, когда об этом узнали биологи, теперь они говорят, что, наверное, сахар право закрученный, потому что вот там где-то есть нарушение четности на уровне субатомных взаимодействий, и это вылезло в природу макроскопическую. Я думаю, что от нарушения четности до выбора конфигурации молекулы так далеко, и энергии там настолько слабые, что, скорее всего, здесь влияние слабое. Но, с другой стороны, кто знает. Но и это еще не все. Когда Ричард Фейман читал свои знаменитые лекции, казалось, что двойная симметрия полная. Потом оказалось, что она неполная. Доля преимущественной закрутки частиц при распаде нейтронов чуть-чуть отличается от доли преимущественной закрутки частиц при распаде антинейтронов. Они чуть-чуть не равны друг другу. И поэтому двойная симметрия с четностью и очиститься с античастицами называется эта операция зарядовым сопряжением. Ну, вы, грубо говоря, заряды меняете на противоположную. она все-таки неполная. На сегодняшний день мы считаем, что существует и выполняется в природе, хотя она доказана только для электромагнитных взаимодействий, там-то мы многое понимаем, а в остальных взаимодействиях мы мало чего понимаем. Тем не менее, в электромагнитных взаимодействиях это практически точно, что так, но и большинство думает, что и в остальных так, что существует так называемая СПТ теорема. Три преобразования. С это инверсия, П это зарядовое сопряжение и еще Т. Догадываетесь, что за преобразование? Время в обратную сторону. Обращение времени. Так вот, три таких преобразования оставляют мир неизменным. Ну, а поскольку по времени наш мир не симметричен, с одной стороны наша Вселенная расширяется вроде как, а с другой стороны у нас есть закон возрастания энтропии, у нас беспорядок растет. Связано оно друг с другом тоже хороший вопрос. Если Вселенная начнет сжиматься, энтропия начнет падать или нет? Так вот, сейчас считается, что такие три преобразования мир не меняют, это поскольку мы во времени не симметричны, следовательно, мы чуть-чуть не симметричны и в этом. Ну, в этом смысле, конечно, цепь от эти арема это, пожалуй, одна из главных заслуг Ричарда Феймана, поскольку он предложил новый взгляд на античастицы. Раньше считали, что в некотором смысле масса, ну, вы знаете, что энергия равняется mc в квадрате, помните такое. У нас скоро, у нас у фотона, когда есть волна E в степени и КР минус омега Т. Ну, вот потом окажется, что если частоту умножить на постоянную планку, это будет энергия. Поэтому фотону мы приписываем состояние E в степени минус и энергия фотона на постоянную планку на Т. Ну, потому что частота это энергия на постоянную планку. Тогда, наверное, для частиц мы должны будем приписывать им состояние квантово-механическое E в степени минус и mc в квадрате на постоянную планку на Т. Так вот, когда были написаны релятивистские квантово-механические уравнения, у них получилось два решения с плюс mc в квадрате и с минус mc в квадрате. И тогда решили, что кроме обычных частиц, это Дирок СТО, существуют античастицы. Потом их нашли на эксперименте. И с легкой руки Дирока считалось, что античастицы это частицы с отрицательной массой покоя. А Ричард Фейман предложил на все посмотреть с другой точки зрения. В квантовой механике всегда встречаются вместе произведения энергии и время. И он предложил знак минус приписывать не энергии, а чему времени. И рассматривать антиэлектрон не как электрон с отрицательной массой покоя, а как самый обычный электрон, самый обычный, но который летит не из прошлого в будущее, а из будущего в прошлое. Тогда исчезает асимметрия, что у нас время однонаправленное, теперь совершенно все равно, куда бежать. Если вы бежите сюда, у вас электроды, антиэлектроны, это антиэлектроны, побежали вдоль оси в другую сторону, у вас антиэлектроны стали электронами, ну и все частицы поменялись. Но согласитесь, физика стала фантастически симметричной. И никаких идиотских проблем с отрицательной массой. У Дирка были большие проблемы. Если у нас эта шкала энергии, когда частиц нету, нулевая энергия, если частица есть, МС в квадрате это электрон, а если нет, а если позитрон, это минус МС в квадрате. Но тогда если у нас есть электрон, а нет позитрона, то здесь электрон есть, а здесь ничего нет. Что может произойти? Ну и школа, наверное, знаете, можно прыгнуть с одного уровня на другой с излучением света. И что мешает электрону прыгнуть сюда с излучением фотона гигантской энергии. А тогда бы электрон превратился в антиэлектрон. Сами понимаете, это никто не наблюдал. И чтобы убрать эти процессы, Дерек предположил, ну а тут есть и более высокий уровень, частица может двигаться не с нулевой скоростью, а более быстрый, а здесь более глубокие антиуровни. Так вот, Дерек предложил, что в вакууме все эти уровни заняты. И электрону не прыгнуть сюда, потому что все эти уровни заняты. А если электрон, и вообще пустой вакуум, это пустые уровни эти, и забитые частицами эти уровни. То есть вакуум, он совсем не вакуум, он забит частицами до отказа, с отрицательными энергиями. Такая штука получила название Дерековский вакуум. А если теперь электрон отсюда прыгает сюда, то здесь появляется реально наблюдаемый электрон, а здесь что появляется? В полупроводниках не слышали про такое? Дырка. Так вот, антиэлектрон по Дереку это дырка в вакууме Дерека. Но вы понимаете, насколько получилась некрасивая и несимметричная теория? У нас пустое пространство до отказа забито частицами с отрицательной энергией. В этом отношении у Ричарда Феймана теория в тысячу раз более симметричная. У него вообще есть только один электрон во всем мире. Но мировая линия у этого электрона устроена примерно следующим образом. если здесь у нас СТ а здесь Х у электрона вот такая мировая линия. Смотрите, вот до этого момента времени у нас а тут Х у нас есть один электрон который летит вдоль времени в положительном направлении. А вот здесь у нас есть два электрона. Один летит в положительном направлении, а другой в отрицательном. Поэтому это электрон, а это антиэлектрон. Это значит, что вот в этот момент времени, вот здесь, в этой пространственной временной точке родилась электрон-позитронная пара. А, извините, у нас три электрона. У нас один электрон, антиэлектрон и этот электрон. И вот здесь у нас родилась электрон-позитронная пара. А вот и получился еще один электрон, еще один позитрон. А вот в этой точке наш первый электрон, Ведь у нас время-то бежит в эту сторону Столкнулся с этим позитроном, который здесь родился И здесь они пронегрировали А это значит, что все электроны и позитроны мира Это одна и та же частица Но согласитесь, что теория, в которой вместо вакуума До отказа наполненного бесчисленным числом частиц отрицательной энергии Вдруг оказывается, что есть только одна элементарная частица Которая играет роль всех электронов и всех позитронов без исключения Это гораздо элегантнее Кстати, эта теория прекрасно отвечает на вопрос Почему электроны неразличимы? Вот в квантовой механике есть такой принцип Электроны в принципе неразличимы друг к другу Почему? Потому что это один и тот же электрон Ну вот такие шутки бывают в теоретической физике Продолжение следует... Продолжение следует...